Хейзл Прайер. «Пингвины зовут». Освящается Урсуле, которая тоже услышала зов пингвинов и последовала ему. Глава первая. Вероника. Баллахей. Эйршир. Шотландия. Я попросила Эйлин найти пингвинов здесь, в Шотландии. Дейзи вскрикивает от восторга и спрыгивает с дивана. Я переживаю, что ее резкие движения повредят обивку, но всегда успокаиваю себя тем, что это хотя бы недорогущее кресло времен королевы Анны, в котором сижу я, когда мы проводим время в этой маленькой комнате, одной из двух гостиных в Баллахеях. Энергия Дейзи порой становится разрушительной. «Тебе не нужно просить, Эйлин», — дерзко заявляет она. «Но я даже не обращаю внимания на эту дерзость. Все-таки она болеет». «Я могу найти пингвинов в Шотландии с помощью телефона». Она роется в своей яркой разноцветной сумке, достает телефон и размахивает им в разные стороны. Телефон представляет собой небольшой плоский прямоугольник, но я знаю, что девочка прекрасно умеет с ним управляться. «Убери-ка эту штуковину», — говорю я. «Какая гадость видеть, как девятилетняя девочка тратит свою жизнь на такую ерунду?» «Гадость? Смешное слово!» «Ничего смешного, поверь мне». Дейзи убирает телефон обратно в сумку. «Кажется, мы уже забыли, о чем шла речь. И это, на мой взгляд, не очень хорошо. И не потому, что я быстро все забываю. Моя память, как и всегда, в прекрасном состоянии. Но в разговорах с Дейзи легко потерять суть, потому что ее детский ум то и дело перескакивает с одного на другое. Я поспешно возвращаюсь к теме разговора, пока мы окончательно не забыли о ней. «Пингвины», — напоминаю я, — «это не просто развлечение». «Мы все должны брать с них пример». «Они стоят того, чтобы их искать». «Я знаю», — отвечает Дейзи. «Помни о пингвинах». Эти слова я часто повторяла девочке как мантру, чтобы немного развеселить ее во время курса химиотерапии, который она проходила перед Рождеством. «Пингвины, кроме того, что они просто очаровательны, стали для меня олицетворением храбрости, упорства и стойкости. Каждый день они преодолевают трудности, долгие переходы по заснеженным пустыням, плавание в ледяной воде и попытки не стать кормом для тюленей, и поэтому символизируют для меня умение сохранять бодрость духа перед лицом невзгод. «Я рада, что Дейзи как следует усвоила эту мысль». Она забирается обратно на диван, встает на колени и, упираясь руками в подоконник, выглядывает в окно, будто надеется увидеть одну из своих любимых птиц, ковыляющую по лужайке. Сад Баллахей может похвастаться несколькими прекрасными цветочными клумбами, фонтаном и выдающейся коллекцией кустов рододендрона, о которых заботится мистер Перкинс. Но, увы, никаких пингвинов там и в помине нет. «Возможно, мне стоит заказать статую пингвина», – рассуждаю я. «Она прекрасно смотрелась бы среди кустов». Дейзи приходит в восторг от одной мысли об этом. Ее огромные голубые глаза загораются энтузиазмом, переносицу ее покрывает россыпь веснушек, а нос, хоть и растет не по дням и по часам, все еще остается маленьким детским носиком-пуговкой. Ее губы, когда она не занята болтовней или едой, образуют форму бантика. Дейзи очень красивая девочка, даже несмотря на то, что потеряла все волосы. Правда, оранжевый платок, повязанный вокруг ее головы, совершенно ей не к лицу. Я предлагала девочке купить парик, но она категорически отказывается. Все-таки очень она упрямая, этот Дейзи. Я хочу с гордостью отметить, что как только девочка вышла из больницы и набрала сил, первым делом она захотела приехать ко мне в гости. Ее родители и брат побыли с ней в Балахиях первые дни, но затем им пришлось вернуться в Болтон. И хотя Дейзи все еще необходимо много отдыхать и принимать всякие лекарства, она утверждает, что чувствует себя менее уставшей, когда находится здесь. Я же, напротив, сильнее устаю. Но это того стоит. Радостно осознавать, что я не растратила свойственное мне очарование, но и якобинская элегантность обветшалых балахий наверняка сыграла свою роль в стремлении Дейзи вернуться сюда. Помимо садов, раскинувшихся на трех акрах земли, здесь есть и другие вещи, которые будоражат ее живое воображение. Дубовые панели на стенах, угловые камины, несколько лестниц, а также двенадцать спален, наполненных разнообразным антиквариатом и предметами искусства. Ей особенно приглянулась скамеечка для ног в форме осла. Каретные часы, пианола и глобус на ножках. Это я еще не упомянула о фотографии, которая висит в холле. «Я тоже однажды отправлюсь в Антарктиду, как ты, Вероника», говорит Дейзи. «И там я увижу Пипа». Она резко подбегает к фотографии. «Мне бы очень хотелось, чтобы Дейзи так не делала, потому что фото находится в большой тяжелой раме, и я боюсь, как бы она ее не уронила. Это моя самая любимая вещь. Подарок от телеведущего Роберта Седлбоу, чьи документальные фильмы о дикой природе вдохновили меня совершить это эпическое путешествие. Теперь мне следует обращаться к нему сэр Роберт, так как на прошлой неделе, когда 2013 год незаметно сменился 2014, его включили в новогодний список награжденных за особые заслуги перед Великобританией. На фотографии Пип стоит на фоне снега. Когда я встретила его, это был серый пушистый шарик размером с чайную чашку. Теперь он совсем взрослый, с типичным для пингвинов Адели, белым пузом и гладким черным оперением на спине, голове и ластах. Его явно запечатлели, пока он в развалку куда-то направлялся, потому что одна нога у него занесена в воздух, его ласты вытянуты, голова наклонена вперед, клюв открыт, а в глазах читается ум и пытливость. Он говорит «Привет, Дэйзи и Вероника, так ведь?» гадает Дэйзи. Да, Дэйзи, думаю, так оно и есть. Иногда ложь намного проще и милосерднее правды. Я гадаю, что же на самом деле происходит у Пипа в голове. На фоне можно увидеть размытые очертания других пингвинов, погруженных в свои ежедневные заботы. Этому снимку всегда удается перенести меня в Антарктиду. Я бы все на свете отдала, чтобы снова увидеть сверкающие на солнце пейзажи и побродить среди этого огромного шумного скопления черно-белых птиц. В сравнении с жизнью в Антарктиде повседневность здесь невероятно скучна. Еда, сон, чтение, уборка мусора на побережье, решение, из какого сервиза пить чай в Эджвуд, Роял Краун Дерби или Коулпортский фарфор. Эйлин, которая ходит туда-сюда с пылесосом или банкой полироли из пчелиного воска. Я очень ценю возможность жить с удобством, но я не могу избавиться от горечи на душе. Никогда уже мне не пережить подобное приключение. Путешествия на другой край света вредят экологии, и, кроме того, мое 87-летнее тело вряд ли справится еще раз с подобной нагрузкой. Но тоска по Антарктиде меня не покидает. В Шотландии нет пингвинов, но... Брат Дейзи, несмотря на свой 7-летний возраст, самый настоящий зануда. Пингвинов можно встретить только в Южном полушарии, утверждает он. Мы общаемся снова при помощи программы, которая называется Скайп. Скайп, само название, звучит ужасно. Одно из этих технологических новшеств, без которых молодому поколению никак не обойтись. Родители Дейзи установили его тут, в Баллахеях, чтобы ежедневно видеться с дочкой, пока она гостит у меня. Мы с Эйлин обе в ужасе от того, как этот Скайп разрушил покой нашего дома. Но пришлось смириться. Сейчас Дейзи спорит с Ноа так громко, что мой слуховой аппарат начинает дрожать. «В Шотландии есть пингвины!» визжит она. «И я тебе это докажу!» «Как?» так же громко кричит Ноа в ответ. Я удивлена, что Скайп еще не взорвался на тысячу кусочков. «Прошу тебя, Дейзи, подумай о люстре!» Девочка поднимает взгляд на люстру из оутерфордского хрусталя, которая висит прямо над ее головой и уже в самом деле слегка покачивается. Она понижает голос и произносит следующую реплику настоящим шепотом. Я слышу шепот, но совсем не разбираю слов. Когда звонок закончен, она убегает в столовую, чтобы завалить Эйлин, которая смахивает пыль и напивает что-то себе под нос вопросами. Эйлин уже научилась одновременно работать по дому и развлекать Дейзи, так что я оставляю их и поднимаюсь наверх, чтобы немного побыть в тишине. Да, непросто жить с ребенком в доме, но никто не может сказать, что Веронике МакКриде не по силам такое испытание. Полагаю, что антарктические приключения говорят в мою пользу. В спальне я листаю телеграф, в нем представлен скучный перечень характерных для людей странных поступков и правонарушений. Я испытываю некоторое облегчение, когда дохожу до страницы с кроссвордом. Крайне важно тренировать серые клетки мозга, когда достигаешь определенного возраста. Я с удовольствием разгадываю загаданные в нем слова. К сожалению, мне никак не удается отыскать ручку. Я знаю, что оставила ее где-то здесь, но чертово орудие для письма куда-то спряталось мне назло. Тщательно обыскав каждый уголок и щель в бюро, я, наконец, нахожу ее рядом со стопкой открыток. Так, а зачем я ее искала? Видимо, чтобы написать письмо своему внуку Патрику. Затем Эллен перепечатает его на компьютере и отправит ему по электронной почте. Нужно рассказать ему все подробности пребывания Дэйзи здесь. Я погружаюсь в кресло, чтобы подобрать слова, но мои веки становятся такими тяжелыми. Когда я прихожу в себя, мой взгляд падает на часы, и я с тревогой отмечаю, что уже половина третьего. Я неуклюж поднимаюсь и спускаюсь вниз. Пойдем, Дэйзи, дорогая. Пришло время отправиться на прогулку. Я отвожу девочку на крыльцо, где она натягивает пуховую куртку, напоминающую спальный мешок, и шерстяную шапку с помпоном. Я же надеваю свое алое пальто и прочные прогулочные ботинки. Как всегда, я беру с собой трость, чтобы не упасть, и сумочку. Никогда не знаешь, в какой момент тебе могут пригодиться носовой платок или обезболивающие. Очень кстати, что Дэйзи сопровождает меня, потому что ей очень хочется нести мешок для мусора и щипцей, чтобы его поднимать. Родители девочки очень просили, чтобы она обязательно гуляла каждый день. В этом вопросе я совершенно с ними согласна. Своей выносливостью я обязана своей давней привычке гулять по побережью Эйршира. Я не пропускаю прогулку даже в дни со снегом, градом или моросью, столь характерных для шотландского климата. Часто Эйлин умоляет меня остаться дома. «О, мисс Макриди, там слишком холодно сегодня!» Что только утверждает меня в намерении отправиться на прогулку. Однако, когда сегодня мы с Дейзи выходим на улицу, никаких осадков нет, только серость, мрак и несколько кучек снега на земле. Мы выходим из парадных ворот Балахии и отправляемся к побережью по короткой тропинке. Живая изгородь по обе стороны сменяется кустами утесника, гладкими скалами и открытой местностью, которая дает ощущение свободы. Дейзи тут же высматривает своим внимательным взглядом первый предмет мусора, пакетик от чипсов, застрявший в кусте папоротника. Она наклоняется к нему, захватывает щипцами и помещает в пакет с радостным возгласом. Море и небо сегодня одинакового серебристого цвета. Они сливаются на горизонте. Крики чаек кажутся приглушенными и природа наполнена январским предвкушением, будто ждет, когда все снова вернется к жизни. Я держу ровный темп, пока Дейзи бегает вокруг и собирает новые трофеи. Разорванный старый ботинок Веллингтон, разбитую стеклянную бутылку, изогнутый кусок пластика, которая, судя по всему, представляет собой часть миски для корма животных, банку из-под Кока-Колы и кусок толстой оранжевой бечевки. Дейзи нравится управляться со щипцами, и я подумываю купить ей еще одну пару, которую она сможет забрать с собой домой. Это было бы хорошо и для нее, и для природы Болтона, который, я уверена, намного больше требуется уборка, чем Эйрширскому побережью. Приятно наблюдать, как она наслаждается жизнью. Когда мы возвращаемся в Баллахей, ее глаза блестят, а щеки наливаются цветом. Эйлин встречает нас в дверях. Ее тугие кудри торчат во все стороны, подбородок трясется, а сама она горит от нетерпения, пока помогает нам снять верхнюю одежду. Позже она займется своими бархатцами в саду и будет сортировать мусор, что отправить на переработку, а что просто выбросить. Я повысила ей зарплату, чтобы покрыть неудобства от этой грязной работы и оплатить за все остальные поручения, которые она выполняет для меня. К счастью, на кухонном столе нас ожидают чашечка свежезаваренного дарт-джиллинга и кружка горячего шоколада. Я делаю глоток чая, а Дейзи горячего шоколада. Эйлин довольно смотрит на нас, скрестив руки на груди. Я бросаю на нее вопросительный взгляд. «Полагаю, тебе есть что сообщить нам, Эйлин? Прошу тебя, не надо драматических пауз. Поделись с нами». Эйлин расплывается в широкой улыбке. «Я нашла пингвинов», заявляет она. Глава вторая. Вероника. Нас везет Эйлин. Я и сама умею водить машину, но бросила это дело три года назад. Доктор недвусмысленно намекнул мне, что мои реакции в полном порядке, и я прекрасно вижу вдаль. Но после того небольшого столкновения моего ягуара с неприятным молодым человеком на Воксхоле, я решила, что вполне себе проживу без такого рода стрессов. Снег, который выпал на прошлой неделе, уже растаял, и стоит прекрасная солнечная погода. За окном проносятся зеленые холмы Шотландии на фоне покрытого кучевыми облаками неба. Дейзи притихла на заднем сидении машины. Я подозреваю, что она украдкой листает социальные сети в своем телефоне. А Элли напивает себе под нос, пока ведет машину, время от времени комментируя. Прекрасный день для такого дела. И красивые облака, не правда ли? Наконец, мы пересекаем перекресток и сворачиваем налево под низко нависшую вывеску с надписью «Океанариум Лохнамрги». «Вероника, мы должны сделать селфи с пингвинами», скандирует Дейзи позади меня, когда мы заезжаем на свободное место в дальнем конце парковки. «Ты ведь согласишься сделать селфи с нами?» «Вполне возможно», уверяю я ее, не желая показать, что не очень понимаю значение слова «селфи». «Если это что-то вроде стойки на руках или шпагата, то я не собираюсь в этом участвовать. Мои конечности на такое уже не способны». «Открытые»» «Открытые» «Открытые» Продолжение следует...